Министерство транспорта разработало правило регулирования карпулинга, то есть онлайн-сервисов для совместных поездок. В открытый доступ документ не выложен, а суть предложений рассказала газета «Коммерсант». От водителей потребуют права категории B и стаж не менее двух лет. За одни сутки перевозчик сможет совершить не более двух поездок, организованных через агрегатор, крупнейшим из которых в России является французский сервис «Блаблакар». Ограничат и количество пассажиров. Все расчеты станут безналичными. По замыслу, цена проезда не должна превышать стоимости бензина и платных дорог. Однако точная методика расчета не раскрыта. Несоблюдающим правила перевозчикам грозят штрафы и блокировки. Электрический мини впервые появился 11 лет назад. 600 прототипов на базе хэтчбека прошлого поколения были отданы в тестовую эксплуатацию специально отобранным водителям. И вот первый серийный электромобиль. Как и ожидалось, технический мини близок к батарейному BMW i3s. Здесь такой же электромотор на задней оси, но ёмкость, размещенной под полом батареи, оказалась на десяток киловатт-часов меньше, чем у BMW. Официально электромини называется Cooper SE, но литеру i можно разглядеть только в стилизованном жёлтом круге, а надпись на багажной двери вполне традиционная – Cooper S, что намекает на аналогичные технические характеристики. Разгон до сотни действительно лишь на полсекунды медленнее, чем у бензинового Cooper S. А вот максимальная скорость у электрички ограничена на отметке в 150 км в час. Цены пока не названы, а выпуск модели начнётся в Оксфорде осенью. Продолжение следует...